Маленькая или большая? Маленькая. 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 А самая большая какая? Маленькая. Спряталась она, да? Словарный запас Олечки пока что невелик. И произношение дается ей с трудом. Но сказать ей хочется многое. Ведь все происходящее вокруг вызывает у девочки живейший интерес. Поэтому свою восторженность Оля выражает эмоциями. Эмоции свои проявляет такими возгласами, крикливыми, радостными, оханьем. Очень такая непосредственная девочка. Которая, ну в общем-то, среди знакомых она очень всем нравится. Потому что эмоции из нее прям плещ. Очень активный в обычной жизни ребенок с незнакомыми людьми Оля ведет себя скованно. Новая и непривычная пугает малышку. Освоиться девочке нередко помогает музыка. Взрослые заметили, что она прислушивается к звукам и как будто открывается навстречу мелодии. А еще Оля очень любит книги. Испеки-ка, старуха, колобок. Из чего испечь-то? Муки-то нет. Эх, старая, по амбару помети, По сусекам поскреби, Вот и наберешь. Взяла старушка крылышко, По коробу поскребла, По сусеку помела. Очень любит, когда дети старшие у нас делают уроки, Сидеть рядом и смотреть, что они там делают, Как они пишут, Как они занимаются. У нас есть дети, которые любят читать постарше, И вот для нее это самое такое любимое, быть со старшими детьми. Если мальчики у нас в основном любят со своим возрастом играть, С детьми своего возраста, То вот Оле очень важно, чтобы вот рядом кто-то был постарше, Которые могут здесь ее научить чему-то. Своё мироощущение Оля пытается выразить в рисунках. Она делает это очень аккуратно, И цвета всегда выбирает солнечные. Оптимистичные, как и характер девочки. Кармашек. Кармашек. Что там нарисовано? Красное яблочко? Да. Да. А листочек какой цвет? Зелёный. Зелёный. Да. Да. Платочек. Да. Давай. Платочек с мишками. В детских домах дети быстро привыкают к тому, Что за них всё делают взрослые. Становятся инфантильными и теряют инициативу. Но только не Оля. Сразу много принесла, да? Аккуратно. Поднимай багальчики. Поднимай. Вот. А где это тоже, да? А ну? Всё. Всё. Посмотри мы как поставим. Вот. Оля не любит быть одна. Ей необходимо, чтобы рядом обязательно кто-нибудь был. Сами по себе игрушки не представляют для неё интереса. Если случается, что с Олей играет кто-то из взрослых, Её радости и счастью нет предела. Расскажешь, какого цвета вот эти цветочки? Красные. Красные. Красные, разные, жёлтые, как солнышко. Пускай она понюхает. А ты понюхай. Да. Ну-ка понюхай, как цветочки пахнут. Да. Ой, как хорошо пахнут. Маленькая Оля стремится быть самостоятельной. Она прекрасно справляется с личной гигиеной. Сама умывается и одевается. Никогда не перепутает право и лево. Старается делать себе прически, завязывать хвостики. Оля очень интересный и эмоциональный ребёнок. Ей необходимо внимание и забота. Но её доверие всё-таки нужно завоевать. Киска. 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 Близь. На таруск не садись. А то Сонечка пойдёт, и киску упадёт. Стихов Соня знает несметное множество. У девочки прекрасная память. Стоит два раза прочитать с ней стихотворение, и она запоминает его наизусть. Соня очень неплохо говорит. Длинными, логически выстроенными предложениями. И среди сверстников ярко выделяется своим развитием. Берёт вот у нас телефон игрушки. Она звонит по телефону, разговаривает. Мама, как дела? Привет, алё, алё. И плохо слышно. Она говорит, плохо слышно. Ничего не поняла. Взрослые не нарадуются на Сонечку. Она всё умеет делать сама. Легко справляется со сложной застёжкой на сандалиях. Красиво и аккуратно кушает. Одевается правильно. Не путает зад и перед, изнанку и лицо. Соня чувствует себя уверенно и очень любит быть в центре внимания. Прыг-скок, прыг-скок. Сделал кузнечик на листок. Прыг-скок, прыг-скок. Лягушонок под мосток. Скачет козик под дорожки. Прыг-скок, топ-топ. Дети хлопают в ладошки. Прыг-скок, хлоп-хлоп. Соня жизнерадостный ребёнок. Её эмоциональность удивляет даже бывалых воспитателей. На день рождения Соню возили в зоопарк. Её реакция на животных была поразительной. Она была в восторге. Она когда увидела, у неё было... Она вот так у неё захлебнулась эмоцией. Моли обезьянки. Причём она знает, что это обезьянки. Потому что мы с ней об этом говорили заранее. Обговаривали, что завтра мы поедем с тобой. Мы на машине. И вот она когда увидела, а ещё когда ей поднесли, на неё столько было эмоций на лице. Это было надо видеть, конечно. Петя, 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 Соня спать не даёт. Как истинная девочка, Соня обожает наряжаться. Что сегодня надеть, предпочитает выбирать сама. Она очень любит бантики и красивую обувь. И всё это должно быть непременно опрятным. Соня просит воспитателей ежедневно менять ей одежду на чистую. С детьми малышка чувствует себя лидером. Воспитатели часто просят её помочь с теми, кто слабее здоровьем. Соня это понимает и ведёт себя как взрослая. Ну а в остальном она сущий ребёнок. Она очень обидчивая. То есть она реагирует, если ей сделали замечание. Причём она это понимает. Если она что-то нашалила и ей сделали замечание, она это молча снесёт. А если замечание, как она думает, что ей сделано нет, как некорректно, то она будет плакать. Слёзы сразу, вот такие глаза. Слёзы и, в общем, эмоций много на лице. Смотри, вот так, держи. Вот как. Неси в уголочек пирамидку. Вообще она разговаривает всё время про маму. Вот мы приходим на работу утром, она мне сразу говорит, Толя, а мне папа приходил. То есть приходил, он не приходил, неважно, она начинает рассказывать. А папа приходил. А мы звонили Ульяне. Ульяна это сестра. А мы звонили Ульяне, Диме, Алине. Она помнит всех по именам. То есть она вот всё время разговаривает про семью. Про маму, про папу, про сестры-братья. Ей это очень интересно. У Сонечки есть брат и две сестры. Девочка их часто вспоминает. Она тёплый домашний ребёнок. И ей одиноко в казённом сиротском учреждении. У каждого брошенного ребёнка должен быть шанс стать кому-то нужным. Многие из них живут только этим. Находят в себе силы мечтать и верить в будущее. Вопреки жизненным обстоятельствам, такой ребёнок верит, что у него тоже будут мама и папа. Появится семья, в которой его станут любить и о нём заботиться. Никогда не бросит и не предадут. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова